Традиционно в мае месяце в Новошахтинске проводятся учебно-полевые сборы среди юношей 10-х классов, открытие которых состоялось в средней школе номер 4. Около 100 ребят из всех школ города готовы продемонстрировать навыки строевой и физической подготовки, а также знания воинского устава. На этих учебных полевых сборах они будут проходить по программе общевоинского устава, строевая подготовка, огневая подготовка, военно-медицинская и другие материалы, которые будут задействованы для занятий по 35-часовой программе согласно приказу министра обороны и Министерства образования и просвещения Российской Федерации. Мы должны прививать мальчикам любовь к родине, патриотизм, и, естественно, они должны быть готовы защищать нашу родину. Поэтому целью этих задач, этих сборах военно-полевых, прежде всего, то, что мальчики изучали в классе, в теории, это все теперь на практике. И физическая подготовка, сдача, и строевая подготовка, метание гранат и так далее, так далее. То есть есть ряд утвержденных мероприятий по плану военно-полевых сборов, которые будут выполнены на 100%, я уверен. Педагоги хорошие, которые готовят мальчишек, любят свое дело, профессионалы, офицеры запасов в целом. Поэтому я думаю, что мальчишкам и самим будет интересно почувствовать себя в роли воина вооруженных сил. Право поднять флаг Российской Федерации предоставили выпускнику школы, лучшему командиру отряда юношей Магомеду Исакову. С напутственными словами перед ребятами выступили организаторы и гости учебных сборов. Также вспомнили тех, кто, защищая родину, не вернулся с поля боя. Сегодня мне бы хотелось вспомнить и ваших дедов и прадедов, которые ценой своей жизни, своим бесстрашием, мужеством, патриотизмом победили немецко-фашистских захватчиков. Сегодня мы вспоминаем тех наших солдат, которые воевали в Афганистане, в Чечне. И сейчас проходит, вы знаете, специальная военная операция. Больше трехсот человек, наших парней, наших братьев, наших сыновей находятся на переднем крае борьбы с фашизмом. Сегодня есть боевые потери. И сегодня вы, дорогие мальчишки, будущие защитники нашей России, должны заниматься и быть готовы к отражению любого нападения на нашу великую страну, Россию. Учебно-полевым сбором официально дан старт. Три взвода, подчиняясь своим командирам, проследовали к выполнению заданий. Ребята теоретически готовы. Многие из них занимаются в Центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Но главное – это все же морально-волевой настрой. И у новошахтинских будущих защитников с этим все в порядке. Ну, я люблю свою родину, люблю свою страну, свой город. Я тут родился, и поэтому для меня честь быть защитником. Нам надо выступить, показать, что мы умеем, и с достоинством уйти дальше учиться. Вы знаете, мне кажется, военные сборы, они необходимы ребятам. В связи с сложившейся обстановкой, которая у нас есть, мы должны быть уверены в будущих поколениях, что ребята должны достойно защищать свою родину, независимость. Ребята старательные. Где-то, да, у каждого из нас что-то где-то может не получаться. Но со старанием все приходит, и у наших ребят также где-то что-то не получается. Но боевым духом у нас с ребятами все хорошо. Мужчина должен расти мужчиной прежде всего. И это пусть неделя, пусть это не полностью военно-полевой лагерь, но хотя бы основы того, что ребятам предстоит в будущем, они посмотрят, они увидят это. Дело в том, что сейчас складывается такая очень интересная ситуация. Вот я беседовала с нашими ребятами, которые здесь у нас учатся, и я беседовала с ребятами, которые из других городов. Складывается такое ощущение, что вот наши ребята понимают, может быть потому, что у нас город пограничный, может быть потому, что сейчас их одноклассники, многие сами видели тот ужас, который приносит война. И они более серьезно относятся к этим вопросам. Некоторые ребята из периферийных городов, они не понимают, что наша страна сейчас фактически находится в состоянии ведения боевых действий, военных действий. У меня сейчас многие спускники мои воюют. И они очень благодарны тому, что они здесь проходили военно-полевые сборы, тому, что побывали в экспедициях, там научились многим навыкам выживания, жизни в поле, установке бивака, лагеря и так далее. Поэтому вот разница во впечатлении у ребятах. В течение пяти дней школьники будут проходить учения. А как пройдет подготовка и все ли получится у юношей, покажут результаты.